привет всем подписчики и гости моего канала ольга велес живу спицами стучу это видео видео посвящено обзору моих шапок ну не только моих шапок а с шапок моих сыновей начнем с шапок моего старшего сына это как часть его шапок все свои которые ну и он увез с собой в другой город где он живет и работает вот эта шапка нами самая любимая одна из самых любимых она уже старенькая маленького в катышках она прям уже старенькая такая с простым легким жаккардом она сделана вязана какой безобразный задрис этот шов получился ну ладно вот такие у нее заплетенные косы и завязки карту так провязан максимальные протяжки 4 петли делала так она тут тоже по 4 петли хотя больше мне нравится жаккард без протяжек ну как то вот так связан шапка очень жизнерадостная нам она очень нравится поэтому до сих пор она у нас остается в нашем гардеробе так получается что эту шапку носит мой сын но бывает так что сразу после стирки когда она немножко подсаживается потому что голова у сына побольше чем моя люблю носить ее и я надо наверно себе такую еще связать только каких-то других еще расцветок хотя мне вот вот эта шапка очень нравится ну простая шапка бини абсолютно простейшим узором вязаная единственно этого тоже чистая шерсть не помню что за шерсть вот она катышки дает это ее постоянно приходится обдирать и что мне в ней не нравится на нее забыла как называется пряжа вот на нее все липнет безбожно вот такая шапка тоже по моему то с какого-то акрила вязана она была тоже шапки лет лет 7 наверное но что тут и никак ее выбросить не сын не дает потому что вот не знаю на близка ему и дорога остались еще одни митинге у него уже шапки нет этой митинге от нее остались поэтому то пока не тоже остается у нас гардеробе шапки моего младшего сына осталось совершенно несколько вещей а есть еще одна шапка бини которая вязана поперек да называется наверно оранжево-серого цвета очень часто у него он ее носит хотя она уже маловато но она как раз подходит к одной из ветров ветровок моего малыша и на улице ему это очень удобно когда уже в частном доме частенько выходим на улицу ту шапку очень удобно ему носить впрочем как и вот эту до крючком за на шапку у него было таких несколько этого стопроцентная такая шерсть я не знаю видно нет какая она каким это руки не обращайте мы в него это внимание это занималась я ремонтом игрушек своего малыша ясенького умудрился переломать игрушки ну я таким девичьим способом супер клеем приклеил детальки в итоге приклеилась все ко мне я ко всему ну не знаю там насколько времени на сколько дней отремонтированы игрушки в общем вот это коричневая она должна уже будет в этом году уйти из гардероба потому что мне кажется она маловато у него были еще такие шапки тоже с ушками там с глазками и вот такая с ушками с глазками как-то и раздарили и поменьше они были размером поэтому они уже с весны их у нас нет но вот эту осень поносим хотя скоро наверное уже будет такая плотная вязка наверно столбики с наггидом вязана вот наверно счет осень маленько поносим и все вот такая шапка ушки маленькая но грязненькая потому что недавно надевали пришлось сделать завязки потому что в какой-то момент почему я сделал вспомнила я пробовала отдавала ребенка в садик и решила что но если я то надевая же слежу за ним целый день как когда мы гуляем закрыты ли ушки у него или нет в садике воспитателям будет неудобно следить ну и взяла приделывать и завязки поэтому он завязки есть но мы ими не пользуемся то есть когда мы ходим в садик он отходил всего у меня две недели два дня причем это в два этапа сначала две недели потом два дня сейчас вот хочу попробовать еще раз его отдать садик посмотрим как это получится здесь вот таким называется там итальянский набор по-моему до называется отделана между резинкой и основным вязанием изнаночными петлями тоже простой жаккард и ушки и украшены пуговками шапка кстати мне очень это нравится у меня ребенок и очень любит надо связать подобную но уже чуть больше размером но это постирать и подарить есть вот такой смешной мишка таки эти шапки я вязала эту шапку конкретно еще перед рождением ребенка как бы не очень догадываясь какие там уже по старшему-то 25 лет поэтому какие шапки требуются малышам что-то я совсем подзабыла и навязала шапки на вырос в том числе вот слава богу они заканчиваются это как бы такие пробники были шапки-пробники поэтому вот эта шапка неудобная она ему великовата ну хотя вот так где-то выбежать на улицу после бани надеть ну нормально она мне что нравится вот в этой шапке что они сзади у него шея закрыта когда он играет что ушки хорошо завязываются на самом деле так то она ему не хорошо еще поэтому посмотрим может быть ну как выйдя не в пятнах поэтому они у нас всегда лежат этот то что мы ходим гулять и постоянно надеваем и вот что-то я их не постирала перед тем как снимать на видео ладно есть вот это вот такая шапка я вязала в прошлом году в нее надо связать подклад тоже закрывается шея у нее закрывается шея сзади козырёчек сейчас она ему великовато но я и вязала с учетом что внутрь надо связать подклад подклад еще вот не связан вот надо связать подклад и я надеюсь что это будет здесь вот подгиб идет как бы уплотнение на ушках ну и надеюсь что связав подклад она будет ему еще как раз может быть вставлю или ставить флисовый надо сюда лучше ну посмотрим вот сейчас надо вот эту шапочку закончить единственное плохо что то она скатывается но здесь она почему скатывается потому что у него как бы горло на куртке замочек и замочком этим вечно цепляет остатки варежек она еще варежки миньоны у него есть варежки серенькие шапочки надо померить такие двухслойные шапы эти варежки посмотреть померить шапки вот это было еще такого же цвета шапка шапки уже нет варежки еще есть вот так ну и дошли до моих шапок у них не так много как-то мое мнение вот такая шапка друзья и вязала специально чтобы она у меня была как бы по голове такая не очень большим такая довольно таки легкая то наверно ванна gold скорее всего которая 240 метров знаете у нее за перед но неважно набор итальянский то есть это фиксированный подгиб сделан так то она вот ничего но то ли цвет не мой может быть надо было повыше ее сделать в общем она меня не очень она меня нравится и надевала всего один раз а может быть даже ни разу что-то я не помню этот момент потому что я помню что я хотела куда-то надеть ну по-моему так и не носила есть вот такой у меня комплект это анатомические анатомические пальчики варежки цветочки ну так как постоянно стирала то есть тут еще по моему что-то было здесь были еще завязочки ну куда-то завязочки уже дело у меня вот этот рисунок очень нравится на варежках вот эти цветочки но не только на варежку то есть его где вот используют вот такая шапка обыкновенная самая и такари вязала и и что-то у меня было и желтая связанная распустила то есть вот желтый это с распущенных нитей зелененький желтый это реал 40 а зелененький это наверное она год но не буду врать вот так мне нам это нравится и в эту зиму она наверно еще у меня остается такой вот высокий двойной подворот это просто как английская резинка в стиле брюш что двумя цветами то есть вот этот комплект у меня еще остается розовая уходит буду ее или передать но на скорее всего дарить есть вот такой уже старенький комплект снуд по низу сделан листочками просто поперечное вязание кайма листочками мне он очень нравится я уношу с удовольствием митинги уже заношены до не знаю до какого то есть постоянно стирано-перестирано и вот это пряжу вывязывала под ноль и на пальчики мне не хватило поэтому единственное у них мне что не нравится это то что полное отсутствие пальчика потому что мне нравится в митингах когда хотя бы до пол пальца или 5 но так чтобы чуть-чуть совсем торчало чтобы пальчики были но мне пряжи банально не хватило вот такие митин кинут они прямо уже тут как коляску то что постоянно важно вожу а у нее такой ручка резиновая как не знаю вот она следы оставляет у меня еще как бы повешивала помню цепляла за нее постоянно сумку одну сумки как цепляла постоянно и тоже вот такой след потемневший на и обыкновенная шапка бенни этот вот уже говорю древнейший комплект единственно что уже сколько ношу надо менять уже надоел мне хотя мне он нравится единственное что когда надеваю этот комплект приходится все таки подкрашиваться я этого не люблю делать вот потому что слишком он светлый для меня и получается если надеваю вот этот комплект я получаюсь как блеклая поэтому вот надо подкрашиваться вот еще есть вот такой вот у меня комплект небольшой снуд ну специально вязала его не широким я его ношу в два оборота и чтобы он занимал как можно меньше места потому что ну в одну иглу одежду мне как бы иногда нравится чтобы не сильно он торчало немножечко так но горло прикрывать надо и вот такая шапка к нему ну тут ребенка был тоже такой такая же шапка была вот паре же главное шапку то отдали а варежки забыла отдать вот уже подарила просто ладно и вот такая шапка шапка мне очень нравится и и когда надеваешь я постараюсь ставить фотографию не такие как ушки торчат может быть она немножко молодежная но вот это все-таки стиле брешь мне очень нравится вещь очень красиво и такое вязание получается впереди я пришила пуговки со спинки сзади ничего не делала на просто таким смотрится так вот интересно красивая надо но я не из еще насчет этого комплекта не знаю вполне возможно он у меня еще осень проживет но весной надо будет точно с ним расставаться в принципе может быть не надо посмотрим такие шапки вдуманных кому прицепился репей это мои уличные шапки когда в холод начинаю выходить на улицу как так уже сказала что в частном доме живем то есть когда надо выбежать во двор поводка я надеваю вот эту шапку помпоны я не могу сказать что их не люблю ну как-то великой надобности мне то есть это шерсть с мохером тут я не знаю видно нет вот прям это вот агентство что на прям валенок валенком это шапка очень теплая и и от стирок уже свалялась тут несколько мохеров две нити вязан тонкий хороший такой это шерсть стопроцентная шерсть производства я уже не помню просто какая-то серенькая и вот мохер две нити пусть она лежит потому что это в принципе такая шапка не на выход но годится зимой есть вот такая шапка ей 200 лет в обед уже исполнилось дня три назад я ее не ношу уже и не выбрасываю это пяжа хб хотела найти где у нее спинка что-то не знаю где у нее зад мало того что пряжа меланж еще и прямо таким замысловатым узором она вывязана это хбшная пряжечка и пряжа и мне нравится я в межсезонье вот когда только начинает там чуть-чуть холодать потому что я люблю простывать когда не попадем мне ее нравится носить нравилось больше тонких у меня шапок сейчас нет вот надо обязательно себе связать тонкую шапку хбшную вот это я не знаю почему я и не ношу но потому что она наверно древняя уже вся потянулась но и вот выбросить я не могу вот сколько шапок более новых и более красивых ну хотя я их раздарю такой же уже не подаришь и распустить ее уже не распустишь но какая-то любовь у меня к ней особая привязанность есть такая смешная шапка это тоже шерсть чуть ли не насочная ну не вот правда скажу какие-то пряжи я не помню из чего я вязала это просто шапуля на выходом до соседнего киоска в огород не знаю птицу сходить покормить потому что все равно в сарайку не пойдешь об этом таких других шапках более приличных которых ты как говорят деревенские на выход в город это такие вот у меня повседневные шапки для ухождения в огород естественно я ее не выброшу я ее оставлю потому что ну эта шапка так который не жалко поносил постирал носишь дальше ну и на этом заканчиваем это единственное хотела вот шапку которую сынок забрал старший у меня есть видео уже неоднократно она выставлялась двуслойная еще тоненькую он забрал шапку тоненькую надо она тоже уже старенькая у него шапка надо будет менять и двухслойную надо условно я хочу с ней сделать мастер-класс но и вполне возможно когда ему буду перевязать более тонкую шапочку чтобы не было вполне возможно что тоже сделаю вот на такую шапку ну прямо мне она нравится вот я ничего не могу сказать я наверно сниму мастер-класс чтобы был вспомню я ее вязала по фотографии вспомню как я вязала записи к сожалению я делаю редко постараюсь сделать такой мастер-класс в плане именно для памяти как ее вязала потому что я связала несколько одну там на подарок вязала на заказ такую шапку надо будет может быть кому-нибудь еще в подарок такую связать я постараюсь вставить фотографии как она смотрится на голове да нравится на мне как она смотрится на голове только надо связать других вариантах и хотела еще что я еще хотела дай мастер-класс на ту шапку ну и в общем приходим к выводу что носить то мне и нечего надо вязать какие-то шапки конечно мне уже не девочкой пора вязать наверно какие-то возрастные шапки я не знаю что носят тетки возрасте я люблю носить то что мне нравится поэтому ну ладно это видео я заканчиваю всего доброго если что-то скомкало уж меня не судите строго но если сильно не понравилось поставьте дизлайк если понравилось ставьте лайки пишите свои комментарии задавайте вопросы может быть какая-то шапок вас заинтересовала вас по ней есть вопросы я с удовольствием на них отвечу ну все всего доброго пока пока